что движет так скажем патология движет можно так сказать потому что действия нам здоровым людям действия психически нездорового человека объяснить невозможно есть такие у меня соображения но я не могу ставить диагнозы до заочно это чистого соображения из той информации которую я узнала посмотрела в сми все что там про него известно поэтому молодого человека очень похоже очень похоже на психопатии очень похоже на более тяжелое личностное расстройство по типу шизофрении вот которая не была своевременно диагностирована с таким личностным расстройством как психопатия существует масса разновидностей психопатий масса разновидностей там комбинации вот шизофреноподобных расстройств шизофренических этот чистая психиатрия сейчас не буду углубляться да ну там очень много разных большей степени вы выраженности там патологии меньшей степени более адаптированных да и так далее вот но что самое главное что характерно для пациентов я так и говорю пациентов с психопатии это полное отсутствие такого чувства как сострадание патология это очень сильная злость очень очень сильный гнев которые проистекают из чего бывают еще такие вот генные нарушения бывают такие комбинации генов когда у человека складывается вот именно склонность вот его желание убивать а тут вот у этого парня да видимо несколько факторов просто комбинации нескольких факторов предпосылки первые генетические могут быть да плюс предпосылки вот этой вот патологии в семейной системе когда из поколения в поколение передается так скажем сценарий насилия вот и в третьих это самой самой семье родительской семье нездоровые деструктивные отношения вот то есть три таких момента внешние факторы там учитель поставил им плохую оценку это не причина это не причина есть полно детей там двоечников троечников которые потом стали там не знаю известными людьми предпринимателями там я не знаю совершенно адекватными людьми то есть конфликты в школе конфликты там с учителями непонимание там как несправедливость это не причина есть термин такой психиатрический деперсонализация идеализация то есть когда человеку кажется что . как будто не с ним происходит что как будто как во сне что как будто он со стороны смотрит что вот его тело вот как он писал его оболочка что-то там делает то есть как фильме что-то это вот ну какое-то нереальное что такое происходит вот это один из серьезнейших признаков что наличие психиатрические заболевания злость до постоянное пришлось на себя злость на других вот это вот такое вот хроническое состояние озлобленности вот этот фактор такой когда нужно насторожиться потому что нормальный здоровый человек ну в таком спокойном в позитивном состоянии преобладать до бывают какие-то там сбои когда там ситуативно кого-то разозлился спада там снижение самооценки там что-то не удалось не получилось так далее да но как правило это такие кратковременные здорового человека это кратковременные периоды как правило мы хотим здоровые люди хотим общаться хотим взаимодействовать сопереживаем другим сочувствуем стремимся помочь быть полезными сами запрашиваем помощь активно как-то вот взаимодействуем вот но замкнутость и вот именно вот это вот такая хроническая озлобленность это уже не ну не хорошее сочетание если это психиатрическое заболевание то это никак не повлияет они только себя поставят в опасную ситуацию рискованную то есть любовью добром дружбой уже когда вот до таких патологических пределов дошло его состояние тут ничего не изменить бежать как можно спасать свою жизнь любым способом ни в какие переговоры не вступать не пытаться там как-то договориться что-то объяснить там человек невменяемый это бесполезно он пришел убивать все то есть у него вот все туннельное мышление он только вот одно то есть это если с ним там пытаться о чем-то говорится отговорить его разубедить его это верная смерть свидетели тоже страдают у свидетелей тоже травма все кто видели эти трупы своих одноклассников однокурсников друзей там 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 была по моему еще женщина там врач по моему да она насколько я помню там пришла с внуком на курсию вообще и случайно вообще оказалась там да вот взрослых каких-то еще там охранников и прочее эти все люди которые являются свидетелями таких страшных трагедий да вот этих убийств они тоже получают психотравму родители этих детей получили психотравму одноклассники преподаватели все кто были они получили все психотравмы что нужно делать нужно обращаться за помощью к специалистам обязательно к травмотерапевтам эти травмы нужно лечить почему по той причине что это не забывается время не лечит вопреки расхожим там таким бытовым представлениям это серьезная травматизация которая может привести в дальнейшем к тому что появится страх появится там панические реакции и прочие самые такие нехорошие симптомы и которые будут мешать нормально жить дальше потому что это оставляет свой след психики вот такие события но в том случае если человек это проработал со специалистом определенные меры принял где-то медицинскую помощь получилось это необходимо где-то просто психотерапевтическими методами себя привел в порядок в норму да насколько возможно его состояние тогда это ну так скажем психотравма уже практически не влияет на дальнейшую жизнь но только в том случае если она пролечена